День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пекай и Александр Шунин вместе с вами. Вот буквально вчера правительство Латвии поддержало постепенный переход по преподаванию только на государственном языке, в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. И, конечно, хотелось бы нам тоже взять, получить. Вроде как все понятно, с одной стороны. К 2025 году учебному, по крайней мере, все школы полностью переводятся только на латышский язык. Но все время же говорят, что не хватает кадров. Кадров не хватает. Не хватает учителей, которые владеют на должном уровне, потому что в законе прописано и прописан уровень владения государственным языком для учителей в том числе. Их не хватает. Опять же, вчера было сообщение о том, что сотнями последние годы в Латвии выявлено 235 педагогов с недостаточным владением госязыком и так далее и тому подобное. Обо всем об этом мы постараемся успеть поговорить с директором Рижской средней школы РИН уже Денисом Клюкиным. Доброе утро. Доброе утро. Ваши первые впечатления об этом вчерашнем решении правительства? Впрочем, переход еще должны рассмотреть сейми, но, скорее всего, проголосуют за. Ну, это решение продолжает череду непродуманных решений, которые принимаются в сфере образования за последние годы. Опять же, руководствуясь, по крайней мере, декларируя правильные цели, принимаются абсолютно неправильные решения для достижения этих целей неправильными методами, потому что, ну, вполне очевидно, что в такой маленькой стране, как Латвия, необходима единая школа, необходима единая школа, по большому счету, на одном языке, но абсолютное отсутствие ресурсов, абсолютная хаотичность введения этих решений в жизнь. Ну, ничего хорошего нам ждать не стоит, поэтому решение несвоевременное, неправильное, непродуманное. Вот такое мое мнение. — Один из вопросов, который у меня появляется, сразу появился, как только я увидел этот план, еще план плана, вот эта чехарда непонятная. В следующем году первые, четвертые, седьмые классы, потом вторые, пятые, восьмые и так далее. Почему так? Почему непоследовательно? Или в какой-то другой последовательный? Как вот объясняются вот эти пятнашки? — Нет, ну, как раз здесь, слава богу, наконец-то министерство начало понимать, что есть диагностические циклы, потому что у нас до сих пор очень многие вещи происходят по старому советскому принципу, без учета того, что есть диагностический цикл в три года. И три года, диагностический цикл 1-3, 4-6-7-9 — это период, за который осваивается определенная часть стандарта образования. И по итогам этого периода производится оценка знаний, компетенций, навыков, умений ученика. И, в принципе, школы, образовательные учреждения в рамках этих трех лет должны выполнить требования законодательства и должны подготовить учеников на определенном уровне по истечении этих трех лет. Поэтому школа внутри, и для учеников, для родителей, конечно, они видят оценки, разбитые на более мелкие периоды, ну, например, там, итоговые годовые оценки, но в целом образование делится вот на такие трехлетние циклы, и поэтому вводить какие-то изменения именно с разбивкой на три года — это правильно. У меня сразу возникает вопрос о будущем национальной школы. То есть не отменяет ли это вообще понятие, ну, это решение правительства, понятие национальной школы? Это касается ведь не только русских, но и, в том числе, и украинских, и белорусских, и так далее. Ну, как таковых у нас достаточно давно нет, по крайней мере, так называемых русских школ. Да, то есть у нас есть школы, в которых осуществляются программы для национальных меньшинств. Среди этих школ, особняком стоят школы, которые действуют в рамках межгосударственных договоренностей, ну, там, польская школа, литовская школа, другие школы, которые, ну, которые фактически являются школами, которые курируются, в том числе курируются посольствами других стран. Но это всего лишь, если я не ошибаюсь, до 2% общего количества учащихся, учащихся на программах национальных меньшинств. А остальные 98% — это так называемые русские школы. И здесь сами школы полностью уже живут в рамках единого образовательного пространства достаточно давно. и проблемы, теоретической проблемы перевода на другие программы, например, на которых образование будет осуществляться только на латышском, нет. Есть практическая проблема — полное отсутствие педагогов, отсутствие методического обеспечения, и плюс ко всему отсутствие со стороны, ну, в первую очередь, власть, придержащих понимание реальной ситуации. Потому что то, что касается школ национальных меньшинств, мы можем, конечно, говорить в целом про Латвию, но объективно это касается, в первую очередь, трех-четырех крупных городов Латвии, то есть это однозначно Латвия, однозначно Рига, Резах, Недауговпилс, может быть Юрмала. Это города, в которых языком семьи более половины населения этих городов является русский язык. И если брать общую статистику по Латвии, очень так красиво размазать это все, то кажется, что достаточно небольшой процент, ну, как небольшой процент, это больше четверти, насколько я понимаю, учащихся Латвии, учатся в школах, на программах национальных меньшинств, и это не проблема, мы переведем, кое-как они где-то там затеряются. Но по факту это серьезнейшие структурные, социальные, какие угодные изменения, по большому счету, в трех крупных городах. И здесь, поскольку это очень сильно концентрировано, не решен вопрос ресурсов, с использованием которых будет решаться эта проблема. Ресурсы понятны. Хотелось бы вот эти три города компактного проживания так называемого русскоязычного населения. Давно было ясно, что государственные школы перейдут на государственный же язык обучения полностью. Русского там не будет. Но в этой связи все равно возникает. Остаточно русский язык и литература. Они будут доступны? И если будут, то каким образом? Как какие-то факультативы? Либо вообще им не станет места в латвийских школах, по крайней мере, государственных? Ну, вот вопрос меня как налогоплательщика. Ну, во-первых, государственных школ у нас нет или почти нет. Хорошо, муниципальные. Все муниципальные школы. Школы муниципальные. Да, то есть школы принадлежат муниципалитетам, управляются муниципалитетом и функцию образовательную на муниципальном уровне осуществляют муниципалитеты. Это очень важная разница, потому что здесь надо понимать, что между конкретной школой и тем, что придумывают в семье или в правительстве, еще посередине находится муниципалитет. Это раз. А то, что касается русского языка. Ну, как уже сейчас, переведя полностью программу средней школы на латышский язык, мы видим, русский язык как на оптимальном, так и на углубленном уровне можно изучать как второй иностранный язык. Конечно, факультативы, еще что-то это тоже можно делать, но как второй иностранный язык, русский язык вполне себе существует. В рамках основного образования, можно посмотреть на латышские школы, русский язык также существует, как второй иностранный. Он, само собой, популярен, он является, насколько мне известно, самым популярным после английского языка. И русский язык, как иностранный, он будет сохранен. В рамках текущего законодательства он сохранится. Конечно, это не будет родной язык. И, конечно, ну, надо еще видеть итоговые документы, которые будут приниматься сеймом. Возникают, ладно, ученики, обычные ученики первых классов или начальной школы, для которых обучение на неродном для них языке будет большим шоком. Но здесь еще мне интересно, что будет происходить с детьми с специальных программ, с детьми с трудностями в обучении. А то есть они тоже в обязательном порядке переводятся на латышский язык? Могут, не могут, способны, не способны? Мало кого волнует, получается? Ну, я так понимаю, что да. Да, при учете того, что у нас достаточно в Латвии уже глубокая инклюзия, и у нас такие дети очень далеко не всегда учатся на специальных программах. Они, наверное, даже в большинстве своем учатся в обычных школах, в обычных классах. А это дети, которые приходят в первый класс, они с трудом на родном говорят. А мы уже не говорим о неродном языке. Здесь тоже возникает вопрос о продуманности этого решения, о предоставлении необходимых ресурсов для того, чтобы это все обеспечить. Не будет ли все равно вот эта ситуация? Я понимаю, что в идеале должна быть единая система обучения для абсолютно всех. То есть теоретически вот школа в районе, она не должна считаться, вот она русская или латышская. То есть это должна быть совершенно стандартная школа. Произойдет ли на самом деле такое перемешивание? Перемешаются ли русские и латышские дети, вот когда вдруг окажется так, что в латышскую, например, школу или гимназию захотят поступать? Ну, потому что какая разница? То есть если везде одинаковая программа, русские дети будут идти, и не вызовет ли это какого-то шока, перекоса, может быть, в системе образования? Потому что действительно, если эти дети перемешаются, то что будет твориться на переменах, на каком языке общения? На переменах будет твориться интеграция. Ну да, но вот я говорю, что в этой интеграции, то есть насколько известно же, что в принципе жаловались, когда в садиках появлялось больше двух-трех русских детей, то вдруг начинали дети говорить на русском языке. Однозначно я соглашусь с Олегом, ввиду достаточно компактного проживания, то есть мы говорим фактически о трех городах, будет происходить такая ситуация. Да, и вот это смешивание, оно будет происходить абсолютно естественно, и оно будет происходить в обе стороны. Поскольку в основном за вот такие резкие движения в рамках перевода всего образования на государственный язык, за них ратуют националистические, наверное, партии, да? Ну, для меня это кажется очень странным, потому что мое личное мнение, что, скажем так, русская культура начнет активнее проникать в латышскую. И общаясь в том числе и с руководством и сотрудниками так называемых латышских школ, ну, они не горят желанием увидеть такую картину. Поэтому то, что какое-то время назад уже озвучивалось некоторыми политиками, по факту озвучивалось, что будут латышские школы для латышей, латышские школы для русских... Это же сегрегация, простите, но вот назовем вещи своими именами. Да, так оно и есть. Мы сейчас видим, посмотрите, мы сейчас видим ситуацию с украинскими гражданскими, ну, с беженцами фактически. Когда большинство из них, по крайней мере, в Риге, они ушли учиться в школы национальных меньшинств. Сейчас их волевым решением отправляют учиться на программы на государственном языке. То есть, по факту, предлагают либо идти в латышские школы, либо русским школам открывать программы на латышском языке. И я скажу так, что, конечно, особый упор делается на то, чтобы украинские дети оставались в школах национальных меньшинств просто с открытыми программами на латышском языке. И это как раз такой показательный пример о том, что, ну, не особо... Ну, на самом деле, в профессиональной среде есть большие опасения того, что чистота такой латышской среды в латышских школах будет нарушена присутствием там массовым, именно массовым присутствием других культур. Денис Клюкин, директор Рижской средней школы РИН, уже с нами на прямой связи. Кстати, о детях-беженцах. Наверняка в вашей школе тоже они есть. Да, у нас учатся около 40. Как ребята справляются, на каком языке, как им дается вообще обучение, учитывая психологическую травму, и как латышский язык у них? Ну, все учащиеся из Украины закончили учебный год успешно. К нам приехали, я могу говорить точно за нашу школу, хотя большинство моих коллег это подтвердили, что к нам приехали очень хорошо подготовленные дети. Средний уровень украинского ученика, приехавшего в Латвию, выше среднего уровня латвийского ученика. Они высоко мотивированы, как раз, видимо, ввиду и этой стрессовой ситуации, и ввиду перспективы того, что, возможно, им придется пробивать себе дорогу в Европе. Следовательно, они мотивированы, высоко мотивированы учиться. Конечно, с латышским языком, ну, само собой, проблемы. Насколько они могут, они его осваивают, используют все дополнительные возможности. Сейчас летом будут еще предоставлен целый ряд дополнительных возможностей для изучения латышского языка, чтобы в следующем году они могли учиться полностью на латышском. Ну, насколько мы могли, мы интегрировали. И я думаю, что если более-менее сохранится такая гибкая позиция по поводу украинских детей у нас в Латвии, то я думаю, что они прекрасно интегрируются в нашу систему, ввиду, ну, в первую очередь, высокой мотивации учащихся, которые хотят по факту закрепиться здесь. Закрепиться здесь или вы это чувствуете по настроениям, что, скорее всего, эти дети собираются продолжить уже дальше свою работу и жизнь в Европе? Абсолютно все приехавшие к нам семьи говорят о том, что они хотят вернуться на Украину. Здесь вообще я другого мнения ни разу не слышу. Но поскольку достаточно большая неопределенность через детей... Может быть, это просто культура образования, украинская культура образования. Потому что, возможно, там дети гораздо выше оценивают ценность хороших результатов в рамках основного и среднего образования. Может быть, их на всякий случай родители дополнительно мотивируют в плане того, что им надо максимально, максимально достичь максимальных успехов в рамках текущей ситуации, в рамках наших латвийских школ. Может быть, тогда, посмотрев на соседа по партии наших потянутся, вы сказали, что у наших уровень образования ниже образованности. Как-то не очень звучит. Но здесь надо понимать, что у нас более либеральная система. И уже общаясь с детьми, общаясь с родителями, мы понимаем, что там, на Украине, гораздо строже образовательная система относится к учащимся. Следовательно, там больше порядка, и там меньше пространства для элементарной линии. И здесь я не уверен, что то, что у нас где-то как-то может быть ниже результаты, это обязательно индикатор того, что мы идем по неправильному в этом плане пути, потому что не всегда максимально жесткая система образования дает в итоге максимально хорошие результаты именно в долгосрочной перспективе в том, как эти будущие взрослые в будущем, как взрослые будут себя чувствовать во взрослой жизни. Потому что, ну, строем ходить, вот, буквально там 30 лет, 40 лет назад была страна, в которой ходили строем. Ну, кто-то говорит, что это была лучшая система образования, но я не вполне уверен, что в этой лучшей системе образования мы получали всегда самых счастливых взрослых. Так, на философской ноте заканчиваем. Денис Клюкин, директор Рижской средней школы РИН, уже был с нами на прямой связи. Огромное спасибо. Успехов вам и вашим ребятам тоже. До свидания, хорошего дня. До свидания.